Привет! Мы с вами уже однажды сравнивали 1050 Ti 4 гигабайта с 1050 на 2 гигабайта и, казалось бы, Nvidia замутила что-то универсальное. 1050 с 3 гигабайтами. Но в этой карте не всё так вкусно, как нам обещают. Здесь у нас 3 гигабайта GDDR5 памяти. Здесь у нас такой же чип, как в 1050 Ti. То есть в нём 768 потоковых процессоров, когда у обычной 1050 их всего 640. Но есть большая ложка дёгтя в этой бочке мёда. Шина памяти. У 2 гиговый 1050 и у 4 гиговый 1050 Ti шина 128 бит. Здесь же всего 96. Если игра очень чувствительна к объёму памяти, то здесь мы получим результаты близкие к 1050 Ti. Так как лишний гигабайт даёт нам преимущество относительно 1050. Если же игра чувствительна к количеству CUDA ядер, то опять же здесь у нас по сути полноценная 1050 Ti. То есть более мощный чип, чем у дешёвой 1050. А если же игре нужно просто перекидывать большие потоки данных, то здесь мы получаем ну так себе результаты. В общем и целом, эту карту можно назвать как промежуточным вариантом. Потому что она нигде не будет хуже, чем 1050 и нигде не будет лучше, чем 1050 Ti. Отличный вариант за свои деньги. Кстати о деньгах. Видеокарта стоит в среднем сейчас на 1000 рублей дешевле, чем 4 гиговая 1050 Ti. Уж 1000 переплатить, я думаю, у многих есть возможность. Благо эта переплата действительно стоит того. Но если сравнивать 3 гиговую 1050 с 2 гиговой 1050, вот тут-то как раз таки всё и интересно. Между самыми дешёвыми версиями этих карт разница может быть порядка 2000 рублей. И тут уже не совсем понятно, а стоит ли переплата того. Когда я покупал конкретно эту 1053 гигабайта от гигабайта, она была на 2-3 тысячи дешевле, чем Ti и всего рублей на 500 дороже, чем 2 гиговые версии. Поэтому это был наиразумнейший выбор. Проще говоря, ваш выбор того, какую 1050 взять с 2, 3 или 4 гигабайтами видеопамяти, зависит не от её характеристик или производительности, а больше от цены. Ведь если 3 гиговая на 2-3 тысячи дороже, чем 2 гиговая, то ну просто этот лишний гигабайт не играет совершенно никакой роли при такой большой переплате. Как бы там ни было с ценой, давайте поговорим про саму карту. Здесь у нас 2 вентилятора и самый дешевый алюминиевый радиатор. Нет никаких тепловых трубок и каких-либо медных вставок, но они совершенно не нужны, потому что за 15-20 минут фурмарка в закрытом корпусе температуры карты едва превышают 60 градусов. И это на 40% оборотов, и карту не слышно совсем на фоне корпусных вентиляторов. Два вентилятора это классно. Если один по каким-то причинам выйдет из строя, второй продолжит крутиться и охлаждать карту. Но в общем и целом одного вентилятора более чем достаточно. Имейте это в виду, когда будете выбирать свою 1050. Набор видеовыходов также достаточно стандартен для любой 1050. 1050. Здесь DVI, HDMI и DisplayPort. DVI не поддерживает переходники на VGA, поэтому если у вас по каким-то причинам до сих пор VGA-монитор, придется купить какой-то активный адаптер с HDMI на VGA. На Алиэкспрессе 200-300 рублей. Как бы много я не рассказывал про всякие топовые карточки вроде Титанов и 1080 Ti, 1050 это моя самая любимая линейка на архитектуре Pascal. Объясняю почему. У карты приятная цена, а значит ее может позволить себе большинство людей. И я сейчас даже не говорю про БУ рынок. Мы рассматриваем только магазинные варианты. 1050 на 2, 3, 4 гигабайта идеальные карты для того, чтобы обновить ваш старый компьютер с древними Core i3, Core i5 или уж тем более Core i2 квадами. Карты тихие, холодные, они не потребляют много электричества. Их ТДП всего 75 ватт. Это значит, что они могут прекрасно обходиться без дополнительного питания и им не нужны мощные блоки питания. Просто воткнули и забыли. А самое главное, с этими картами мы можем играть даже в самые современные игры на Full HD мониторе на средне-высоких настройках в 30 и более FPS. То есть это может быть нижний предел играбельности, но вы всегда можете понизить настройки или понизить разрешение. Сейчас на ваших экранах появится табличка с результатами тестов. Можешь поставить на паузу и внимательно ее изучить. Видео-тесты будут чуть дальше. Ну а если видео тебе понравилось, ставь пальцы вверх, подписывайся на канал, фигачив колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пиши свое мнение в комментариях и заглядывай в описание. Там есть ссылочка на группу ВКонтакте, куда ты должен обязательно вступить, чтобы тоже узнавать о новых видео и обо всяких ништячках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok